Не будет фильма, пора речь. Я не вижу пока. Как это очень интересное письмо, оно поучительное. У Верка Алексеевич, доброе время не суток. Только вчера узнала про ваш питомник, благодаря каналу Гаркинсан, и полночи не спала. Подскажите, пожалуйста, очень вас прошу в моем вопросе. Я новичок. Ситуация в следующем. Приобрела два саженца черешни, одно деревце абрикос, и это двухлетки, открытая корневая система. На следующий день посадила, выкопав ямку, сантиметров пятьдесят в глубину, набросала туда кирпичей. У нас близко крутой воды. Земли, но посадила на холмик, добавила золы удобрения. Это не дядя Ваня вас научил так делать. На холмик сделала золы удобрения зря. Знаете, вот дерево растет, растет. Оно растет в обычной почве. Там нет золы, там нет удобрений, там нет ни перегноя, ни навоза, ничего, ни колейных, ни... В общем, минеральных удобрений тоже нет, ничего. А оно растет. Это нормально. Подкормка для вас, на всяких случаях скажу. Через несколько лет, вот как показывал я фотографию, через несколько лет уже когда будет плодоносит. Там чего-то может не хватать. И то по-божески. Но главное-то не это. Забыл название того, что посоветовались сейчас в питомнике. До укоренения. Корни были обрублены. Ну вот, пожалуйста. Выкопать нормально не могут. Высота саженца полтора метра. Сама хозяйка обрезала веточку, но не видела на сколько. Посмотрев ваше видео, поняла, что обрезать нужно было больше. Вот. Так вот, теперь у человека вопрос. Обрезать или уже поздно? Что я могу? Подмосковье, Запад. Конечно, не то, что поздно. Но сейчас письмо приходит в середине зимы. Какие могут быть обрезки? Мы сейчас еще до обрезков доберемся. Сейчас, конечно, нет. А также присылайте фотографию, будем разбираться. Еще вопрос. Ваш сын высылает саженцы? Странное дело еще спрашивать. Все как высылает. Я хотел бы привезти саженцы персика, абрикоса, ореха. Нет ореха. И в области сладкой вишни. Есть, кстати, косточки на русском орехе у меня. В области вишника у Сергея есть. Прекрасная вещь. Так что персики, наверное, еще есть. Абрикосы, наверное, есть. Возвращение вишника точно есть. С косточкой, я боюсь, не справлюсь. Вот и плохо. Но ничего. Покупайте готовое у Сергея. Как его найти? Сейчас чуть ниже я вам покажу. Тут получилось два вопроса. Ответ на первый вопрос. Обратите внимание на вот это дерево. Я специально его увеличу. Вот сейчас вы видите. Специально. Что вы видите? Вот это, кто же мне присылал? А, виноградов. Умнейший мужик. Вот это, как я понял из справки. Это бывшие раскопки. Это потом уже отделали тогда. А раскопки сделаны так, что вот это была старинная-старинная кладка. Едина на сотни лет. А дерево, смотрите, вместе с корнями прошло насквозь. Бесценные фотографии. Бесценные. Такие фотографии, я считаю, это как кунсткамера. Давайте ваше письмо. Корни обрублены. Конечно, зачем им корни? Накидал туда кирпичей. А тут кладка кирпичная. Она спасла? Давайте здраво. Вот ответ на ваш вопрос. Дальше вот это вот, вы спросили про саженцы. Я всегда вот так вот делаю. Вот это вот копирую. Все, что надо, узнаете тут. Адрес, телефон и все, все, все. Зачем к ним обращаться? Зачем ко мне обращаться?